всем привет друзья меня зовут ндн дэна это вновь канал по кубикам кубачевский и блин это второй вариант вступления так как до этого я сделал полчаса записывал видео и вышло как-то так что записал вступление на целых две минуты но знаете я понял главное то что основная ваша проблема возникновения ошибок при установке модов это ваша невнимательность у нас на канале уже есть такое видео с решением ошибок но под ним вы оставили просто кучу комментариев с тем что вы не понимаете почему вас ничего не работает и я с вас просто фигею и смотрите как мы сейчас с вами поступим вы сейчас смотрите это видео внимательно включайте свои ушки все слушайте внимательно ничего не пропускаете при необходимости все переслушиваете пробуйте все пункты решений из этого видео и у вас все сто процентов получится просто ребят я перелопатил все видео дополнил всю необходимую информацию и уместил все всего в четыре пункта так что я надеюсь что это точно вам поможет но если же все же у вас не получилось то можете написать нам в комментарии под видео либо же в описании под видео есть ссылки на наши социальные сети пишите туда либо даже там есть мой номер телефона звоните в любое время я вам помогу ладно в общем я жду от вас лайки и комментарии с благодарностями подписку на канал но и мы переходим к решению проблем перед началом хотел бы сказать что большинство проблем с модами майнкрафта можно определить по файлу с краш репортом такой специальный файл который появляется у вас в корневой папке майнкрафта но тут не совсем все просто нужно еще понимать как с ним работать и при том он появляется не всегда это тоже нужно знать так что давайте вместе дружно попросим лила сделать отдельное более подробное видео на эту тему так что ставьте лайки на это видео пишите комментарии и он обязательно сделает итак первый пункт качайте только правильные файлы с правильных сайтов то есть здесь я рекомендую использовать только официальные проверенные сайты такие как курс фордж или тому подобные так как здесь имеются официальные профили разработчиков модов и сюда они загружают актуальные версии модов и исправления для них скачивая моды с такого сайта вы сразу можете избежать проблемы неправильной версии мода ну знаете большинство владельцев сайтов с модами могут халтурить и написать не ту версию для мода или даже подсунуть вам нерабочий файл также на сайте курс фордж представлены разные релизы или версии модов то есть разработчики модов вовсе не целестиалы и могут ошибаться и в некоторых случаях скачивание другого релиза мода может все спасти кто не понял есть понятие версии мода для игровой версии майнкрафта к примеру там версия 1165 а также версия мода но как бы под версия то есть различные варианты мода для одной версии майнкрафта но с внесенными в них изменениями которые кстати иногда бывают неудачными и в итоге мы получаем версии мода 1165 релиза 10 где 10 является под версией если все же не поняли то переслушайте пункт 2 первое что мы проверяем при оказании помощи людям это актуальность версии java сюда же к этому пункту я отнесу актуальность версии фордж и фабрик и также и стоили системы имеющиеся у вас моды и так версия джавы бывают различные ситуации различные проблемы но джава может оказывать большое влияние так что лучше всего перестраховаться и проверить то или она у вас версия и в случае необходимости ее обновить блин я даже возьму специально и засниму про это видео так что ищите видео в аннотациях либо же в описании версии ядер фордж или фабрик в зависимости от того что вы используете также должны быть актуальными но и вообще рабочими так что скачивайте их только с проверенных ресурсов если что у нас на канале есть видео по их установки ссылки в аннотациях либо же в описании под видео что касается модов из не той системы что я имел ввиду знаете что ядра фордж и фабрик никак не совместимы то есть моды фордж идут только на фордж и не как на фабрик и наоборот будьте здесь внимательны пункт 3 shooting down internal server или ошибка нехватки ресурсов майнкрафту либо проблема слабого компьютера да довольно банальная проблема да еще и досадная что к 22 году у некоторых еще остаются компьютеры которые не позволяют играть даже в майнкрафт хотя считается что майнкрафт запускается даже на калькуляторе нет серьезно к нам действительно обращались такие люди и нам действительно их жаль то есть что вам тут нужно знать во первых то что майнкрафт не запускается без видеокарты либо она слишком старой видеокарте также он не запускается если у вас не обновлены драйвера для видеокарты то есть это может произойти в том случае если вы купили себе новый компьютер либо обновили операционную систему ну или что-то подобное в этом случае вам необходимо скачать специальную утилиту и обновить драйвера в ином же случае если у вас имеются какие-то проблемы с видеокартой то нужно решать именно их а вообще данная ошибка internal server следует за закрытием вашего игрового мира и вообще может возникать без модов но и в том и в этом случае она обозначает то что у вас не хватает памяти майнкрафту ее можно выделить в настройках вашего лаунчера а также можно попробовать с помощью аргумента для джавы для этого открываем панель управления программы java view и здесь прописываем аргумент который я оставлю в описании под видео и на крайний случай либо же в том случае если у вас имеются проблемы с производительностью вашими fps то вам стоит заняться оптимизацией кстати о чем я подготовлю отдельный выпуск и если он уже существует то ссылку на него найдете в описание под видео либо же справа сверху в аннотациях пункт 4 несовместимость или конфликтность модов это наиболее частая проблема при работе с модификациями майнкрафта так заведено что некоторые моды в майнкрафте криво написаны и отсюда возникают конфликты одних модов с другими основная проблема этого заключается в определение какой мод виноват то есть даже тот же краш репорт конфиг вам может не сообщить в каком моде проблема и выявление таких модов в довольно больших сборках является большой проблемой вообще нужно знать свою сборку от и до что каждый мод добавляет и что делает и тогда выявить будет куда проще в принципе можете воспользоваться конфигом краш репорт там найти строку состоянием загрузки модов и если в состоянии напротив какого-то мода будет приписано буковка ем то это обозначать что произошла ошибка эрор и с модом какие-то проблемы еще раз напомню про более детальный гайд по работе с краш репортом ссылка справа сверху в аннотациях в том случае если вы нашли конфликтный мод но очень хотите его оставить то можете попробовать скачать другую версию другой релиз и попробовать его поставить может быть все заработает либо же как варианты вам придется найти альтернативу этому моду то есть в майнкрафте много модов и возможно есть мод который добавляет что-то подобное все друзья на этот раз я уместил все всего в четыре пункта которые нужно соблюдать и у вас точно все будет работать и напоследок скажу про видео по созданию своих сборок модов я вроде бы как сказал что выпущу дополненное видео и по этой теме но пересмотрев его понял что в этом нет смысла единственная серьезная ошибка которую тут допускают люди это при скачивании чужих сборок модов вы начинаете удалять нерабочие моды или моды которые вам не нравятся и этим вызываете конфликты из-за того что вы забываете про библиотеки к этим модам то есть мод вы удалили от библиотеки остались если удаляйте мод то нужно удалять все и дополнение и библиотеки на этом все друзья я очень надеюсь что этими видео мы сможем вам помочь а если так то оцените просто видео по достоинству и станьте частью нашего сообщества если вам не трудно в общем я да выпущу последние гайды и все на этом с этой темой закончим а у микрофоном был ндэн дэна ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал прожимаете колокольчик и я с вами прощаюсь но прощаюсь ненадолго всем удачи и до скорого